Вот я решила делать собственную сертификацию, оценку отелей по соотношению цена и качество. Стоит ли отель своих денег? Надо сказать, что вода ледяная. Вот так. Ну что, мы с вами посчитаем все, алкоголь, еду, лежаки, пляжные полотенца и прочее, что бы было, если бы вы поехали в отель без питания или сняли бы просто комнату. И таким простым способом мы поймем, стоит ли отель хотя бы своей заявленной стоимостью в 41 тысячу рублей на двоих на 4 ночи. Поехали! Добро пожаловать в отель La Blanche Island, Бодро. Вообще вопрос, стоит ли отель своих денег. Мне кажется, что вот такая потрясающе уникальная природа может стоить еще дороже, чем этот отель берет. Посмотрите, если соседние два отеля, там ценят в 2-3 раза выше. Поэтому здесь есть смысл останавливаться, если вы хотите сэкономить. Но надо понимать, что если цена здесь, например, в 3 раза дешевле, чем в соседнем Лоджи Бодро, то и еда, напитки будут не такого уровня, как в Лоджи Бодро. Но если вы хотите то же самое море, потрясающую природу, сумасшедшие виды, welcome. А если вы еще и не пьете алкоголь, точно сюда. В отеле два корпуса А и Б. Здесь нет никаких бунгало, других дополнительных зданий. То есть все живут в основном корпусе. Вот такие клапкарики ездят, если вы не хотите пешком ходить, но мы ходим пешком. Отель этот работает до конца октября и открывается где-то в 20-х числах апреля. Зачем здесь крытый бассейн, я не знаю, но послезавтра здесь пойдет дождь, и я думаю, там будет много людей. Пинг-понг, настольный теннис в крытом бассейне. Здесь есть кабан, сауна, все просто. Станция с полотенцами работает с 8 утра до 6.30. Карточки выдаются на полотенце, но если вы берете кабану, там уже полотешечки лежат. Несколько слов про сервис. С утра я шла на пляж, вот эта бутылочка стояла, вечером возвращаюсь, бутылочка стоит. Минус. Я говорю только правду. Не только хвалю отели, за сервис минусую. Где они стоят, везде виды. Только я где-то ей смазала ехать в бодру, вроде таких роскошных видов. Супер терраса, на которой, в принципе, можно провести весь свой отпуск. Так я и люблю делать с панорамным видом. Смотрите, какая красивая территория. Wi-Fi бесплатный по всей территории отеля. И вот, пожалуйста, смотрим футбол без всяких проблем. Сколько там? 7-10 евро в суточки экономим. Чем здесь классно? Здесь совершенно нет волн. Вход такой хороший, приятный. Единственное, очень быстро, глубоко становится. С детками аккуратно нужно быть. Смотрите, очень крутые здесь лежаки в отеле. Есть отель, у меня на него есть видео. Вот там вот такие вот небольшие шатры по 10 евро продавали. Здесь они бесплатно. И мы дошли в конце пляжа, вообще километр пляж у отеля Лабланш. И вот мы в конце пляжа нашли детскую площадку. Такую на песочке. Пустячок, а приятно. За дополнительную плату. Мои любимые кабаны. 150 евро в сутки. Лежите, загораете с сервисом. Их здесь всего 6 штук, поэтому они в аншлаге в диком. А еще здесь есть кабаны на пирсе. Пирс построен был только год назад. Еще очень много людей любят пирс. Вообще отель, смотрите, Луджа, Титаник, все люксовые отели рядом. И такой Лабланш-Айленд. Отель стандартная, пятерка без всяких люксов. Ну что, мороженка безлимитная. Вот в упаковочках. Сколько такое стоит? 3 евро. Вот сколько можно в день съесть? Считаем. Надо сказать, что вода ледяная. В октябре, но будем чувствовать здесь в Валбре. Холоднющая вода. Здесь такая особенность региона. Водром, что он, чтобы очень холодная. Но если в августе это желанная прохлада, то в октябре, конечно, хочется потеплее. Ну что, ресторан, пина, главный ресторан, завтрак, обед, ужин, поздний завтрак, поздний суп, все здесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Шампанское стоит около 10 долларов за бокал, если его покупать в городе, если вы живете, например, снимая квартиру. Если вообще не считать никакой другой алкоголя, пить только шампанском, можно, конечно, покупать бутылками, пить дома. Так, ну, обед с парылечкой тянет. На сколько тянет? На тысячу рублей точно тянет. Так, ну все, ужин в турецком ресторане. Ну, можем себе представить, что минимум мы бы заплатили по 50 евро за блюдо. Это номер «Супериор». Так, положили нам много разных штучек. Так, ну, здесь душевая кабина, такое я не люблю, но сейчас везде оно. Так, вот номер. Зонирование сделано. Кровать, халаты, чайник, чай, кофе не вижу, бесплатная бутылочка воды. Ой, смотрите, как мне этого не хватало в самолете. Шапочка для сна фирменная, очень приятно. Так, вот зона. Во-первых, есть зеркало, клево же. Ха-ха. И диванная зона. Это вот еще для одного зачем-то нам застелили. Не знаю, вообще здесь нам, мне. Я здесь одна буду спать. Ну, вот они взяли мне, постелили еще одного человека. Почему-то думали, что я приеду с двумя своими детьми, но нет. Значит, вот с этой еще стороны вам номер сниму. Но самое главное, конечно же, в этом номере «Супериоре» это прямой вид на море. Вот такой роскошный вид балкон. И посмотрите, Бодрум – это, конечно, очень красиво. Это такая Греция в Турции, при этом на all-inclusive и по цене Турции. Абсолютно такой же климат, такое же море, как Греция. Здесь 20 минут из Бодрума идет паром на остров Кос. Смотрите, здесь были большие пожары прям рядом, но вот эта часть не пострадала. Очень красиво. И вон кусочек пляжа отеля «Луджа Бодрум». Можете посмотреть мой обзор этого отеля. Вот он прям рядом. Красота. Так, мини-бар проверяем. Две бутылочки пива, водичка, вода с газом, прохладительные напитки. Смотрите, здесь ковер. Обожаю. Очень редко где остался ковролин. Вот мне это очень нравится. Вот я прокалькулировала, и получилось, что все, что мы потратили, в среднем мы посчитали, это 1140 долларов. По курсу на сегодня 75, это 85 тысяч рублей трат, если мы живем в другом отеле без питания или снимаем комнату, квартиру и гуляем по ресторанам, тратим деньги. Ну, экономия получается в два раза. То есть отель в любом случае стоит заявленной стоимости, и ему можно вручать сертификат цены и качества. Вот сегодня мы выдаем первый сертификат, абсолютно независимый подспорье для наших коллектор-агентов, чтобы они знали, что отель можно смело продавать. Сегодня мы выдаем первый сертификат отелю La Blanche Island в Бодруме. Альбома, за ваше приседание. А теперь фотография. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»